В Муравленко завершился форум благоустройства «Среда». На протяжении нескольких дней участники проходили образовательные интенсивы, рисовали и создавали своими руками арт-объекты. А пять лучших инициатив конкурса соцпроектов были поддержаны грантами. В клубе молодежных инициатив участники форума, как заправские стелеры, работают над созданием новых арт-объектов. Объект должен приносить какую-то пользу горожанам. И поэтому мы решили, что свой арт-объект мы поставим в парке отдыха возле скамеечки, где человек отдыхающий может положить любой предмет, курточку, сумочку, чтобы она ему не мешала. В спортивной школе Муравленко расположилась образовательная площадка «Стрит-арт». Спикер из Тюмени Андрей Снег рассказывает о том, что такое граффити, паблик-арт, муралы и уличное искусство в целом. Образовательный интенсив плавно перетекает в мастер-класс. Участники создают эскизы будущих рисунков, объединив их единой концепцией. Сейчас у нас, по сути, это можно назвать паблик-артом. И вчера мы еще на лекции затрагивали эту тему, что сейчас такой дух времени, что все стили, все смешиваются, все перемешиваются. Это такой некий диалог. У нас тут зашифрована в рисунке надпись «Музыка». И, по сути, у нас был такой немного граффити-подход. То есть, есть некий шрифт. На площадке «Уличная мебель» участники форума за два дня сделали невозможное. Более тысячи метров бруса из различных креплений все это превратилось в интерактивную стену-трансформер весом две тонны. Здесь можно оставить надпись «Инициалы влюбленных» или превратить ее в место для пикника. Мне кажется, вот такая история для Муравленко очень важна, потому что любая мебель, она не должна заказываться где-то из каталога, она не должна привозиться, она должна быть здесь, она должна быть местной, она должна подстраиваться и встраиваться в те социальные условия, которые здесь происходят. А они очень динамичные, они меняются, и поэтому и требования к новым элементам, и вообще к городской среде должны быть такие же. Завершился трехдневный форум презентацией готовых объектов и награждением победителей конкурса социальных проектов. Лучшими стали пять инициатив, которые поддержали грантами на общую сумму 200 тысяч рублей. Мы хотим реанимировать книгу, которая стоит теперь около учреждения на Ленина 14, возле качалки. Мы хотим привести эту площадку в такой дизайнерский вид. Форум благоустройства среда подарил участникам заряд бодрости и эмоций, а также знания и практические навыки, которые помогут им творить новую историю комфортного города. Мария Кузнецова, Сергей Лукович, Антон Иванов. Новости Муравленко.